Сильные дожди размыли дорожку через стадион 14-й школы в Апатитах. Прохожие боятся получить на ней травму. Переживают из-за школьников, которые могут подвернуть ногу. Наша съемочная группа откликнулась на обращение. Подробности далее. Вот такая народная тропа, любимая многими апатичанами, но довольно опасная. Напоминает горную дорогу. Упасть здесь проще простого, поэтому идем аккуратно. Не хочется подвернуть ногу и уткнуться лицом в острую плиту, затем в решетку и борщевик. После того, как дорожку размыло, риск получить травму возрос. Прохожие жалуются. Перелом, да, там уже ни ноги, ни руки не собрать будут. Борщевик, иногда приходится за него хвататься, но боимся. Не за горами новый учебный год. Несмотря на то, что большинство школьников пользуются центральным ходом, найдутся и те, кто пойдет по этой тропке. Сотрудники управления образования говорят, что к первому сентября проблема решится. Сейчас идет подготовка учебных учреждений и территорий. Территория школы также скашивается, убирается, вывозится мусор. И к началу нового учебного года, что касается непосредственно вот этой дорожки, она будет засыпана щебнем, приведена в порядок, для того, чтобы дети могли спокойно, комфортно пройти к зданию школы. Народная тропа – проблема для школы. Прохода на стадионе не должно быть в целях антитеррористической безопасности. Заместитель начальника управления образования Галина Соусова рассказывает, что администрация школы не раз принимала меры. Руководство школы неоднократно заваривали эти калитки с целью обеспечения безопасности детей. Но население ночью болгаркой срезает эти калитки, ставит рядышком и также продолжает ходить здесь. Поэтому какие меры здесь принять? Ну, наверное, установка видеокамер только наружного видеонаблюдения. У нас установлены видеокамеры по периметру школы. Наверное, нужно расширять этот периметр. Мало кто из прохожих догадывается, что гулять здесь нельзя. Некоторые знают, но все равно сокращают расстояние через стадион. Я часто на остановку хожу поближе. Теперь надо там проходить. Лучше закрыть ее еще, чтобы не было никаких неприятностей. А вот здесь часто любят собираться разные компании. Распивают алкоголь, курят, что категорически запрещено. Оставляют после себя разный мусор. Даже сейчас мы видим брошенный пакет с арбузными корками и пивными банками. Каждое утро я начинаю с того, что убираю здесь мусор. Пивные бутылки, банки, шприцы нахожу. Здесь выгул собак производится, как на школьной территории, на стадионе. Везде гуляют, где хотят. Я делаю им замечания. Владельцы собак ведут себя агрессивно в отношении ко мне. Поэтому надо тоже принимать меры к этому. К первому сентября дорожку отсыпят щебнем. Что касается входа, администрация школы примет меры.